Первый вопрос. Американские и французские стороны продолжают в некотором роде держать под таким политическим прицелом ситуацию между Азербайджаном и Арменией. Буквально на днях США и Франция снова выступили с односторонними такими заявлениями, несбалансированными в адрес Азербайджана. И вот сейчас глава МИД Франции начала свой визит в Закавказье и увидела, что данный визит это такое послание. Можно ли рассчитывать на какой-то положительный результат при несбалансированности? Вы знаете, я насколько помню, у США и в частности представителей Евросоюза, в частности Франции, были так называемые заявки на роль честного брокера в процессе армяно-азербайджанской нормализации. Мне кажется, эти заявки они провалили. Ну, просто по ситуации, которая разворачивается. В частности, непосредственно нас касающиеся, я хотела бы отметить, что попытки французских и американских коллег убедить всех в том, что они руководствуются исключительно интересами достижения мира на Южном Кавказе, они дезавуируются их регулярными антироссийскими выпадами. Никакой конструктивной работе или работе честного брокера подобные заявления отнести нельзя. Такого рода высказывания усиливают наше ощущение, что реальные устремления Вашингтона и Парижа носят конъюнктурный, политизированный характер и нацелены на подрыв позиций России, а забота о судьбах народов региона в их планы явно не входит. И еще одно подтверждение этому, то что, к сожалению, и в других ситуациях открытых конфликтов или тлеющих конфликтов, они занимают такую же историю. Они, исходя из своих конъюнктурных соображений, часто, исходя из русофобских установок, влезают, при этом не несут никакого конструктива, добавленной стоимости, ухудшают ситуацию своим присутствием и прикрывают исключительно в публичном пространстве все это заботой о населениях. Там уже широкий спектр от прав человека до, так сказать, любви к конкретным странам и народам. А по сути, это просто реализация поставленных собственных целей и задач. И второй вопрос, в некотором роде продолжение предыдущего. Что вы можете сказать о перспективах встреч глав МИД Азербайджан-Армении на российской территории, о которой вы некоторое время назад поговорили? Потому что вот сейчас тоже США и ЕС также утверждают, что в принципе работают над данным вопросом на своей территории. Да, я поняла, договоренность о такой встрече достигнута, а конкретная дата будет анонсирована позже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!